Зелёный титр сегодня объединил отдыхающих в четырёх парках Казани. Не столько спорт, сколько, наверное, желание прогреться в прохладную погоду. Привём людей на поляны города. Сейчас у нас силовые занятия, а чуть позже пойдём на растяжку. На воскресную зарядку в парк Горького Наталья выходит второй год. Для неё погода и тем более возраст не помеха. Пенсионерка увлечённого выполняет все упражнения. Где движуха, там я. В этом сезоне мы вводим балльно-рейтинговую систему. То есть посещая наши занятия, участник получает персональную карточку. Он фиксирует все мероприятия и получает баллы рейтинга. И потом в конце сезона самый активный участник получит велосипед бесплатно. Наполнить зелёные уголки города спортивной и культурной жизнью такую задачу поставило в этом году руководство столицы. Отвечать за это поручено дирекцией парков и скверов, которая была учреждена в мае, что значительно упростило жизнь организаторам различных мероприятий. Дирекция будет тем одним окном, единым окном, куда любые организации, от физических лиц до общественных организаций или все, кто хотят что-то провести в парке, будут обращаться в дирекцию. Это уже проблема и вопросы дирекции. Как, с каким другим комитетом, управлением он сам примет решение, с кем ему общаться и кому какие вопросы задавать. В Татарстане уже четвёртый год действует программа реконструкции парков и скверов. Благодаря АГЕИ активная площадь в местах отдыха увеличилась на 84 гектара. У людей уже появились пожелания об их использовании. Развлечения, наверное, побольше, чтобы детям было. Ход же зарядку делай, то же самое с маленькими детьми можно поиграть. Больше мест для того, чтобы заниматься спортом. Те же площадки для йоги, те же площадки для гимнастики. И чтобы это было действительно как-то организовано. Не просто хаотично, а вот кто-то этим занимался. Елена Ерезван – частые гости в парке Урицкого. И потому внимательно изучает программу реконструкции зоны отдыха. По совместному проекту архитекторов и горожан здесь, в чаше бывшего озера, появится зелёный амфитеатр с всесезонными горками для детей. А также удобство для мам с малышами. Для мам будет отдельный павильон, небольшой контейнер, где молодые мамы могут детишек покормить. Он будет тоже всесезонный, круглогодичный, обогреваемый. Предложение жителей района записали и взяли на доработку и проектировщики Горкинско-Амитевского леса. Благоустроенный зелёный уголок с мини-театром, фонтаном, игровыми зонами в Приволжском районе появился в прошлом году. В этом здесь планируется обустроить входные группы для малобобильных граждан, укрепить овраг и проложить через него мостики для лыжников. Есть просьбы и у велосипедистов. Это разметка нужна, чтобы разделить велосипедную зону и пешеходную. Потому что вот здесь кататься велосипед, смотри, сколько людей ходят пешком. Этим летом в Казани продолжатся ремонтные работы в пяти местах отдыха Казани. Начнётся реконструкция детского парка по улице Сертлановой. Новый имидж, объекты, спортивные площадки. Но это лишь часть преображения. Главное, меняется отношение людей. Я вот обратил внимание, и вот там, где детская площадка, вот это вот верёвочный парк, и нету курящих. Везде мусорные баки стоят. Лишний повод, чтобы сходить, выкинуть. Хотя парк у ДК Химиков в программу реконструкции не вошёл, но менее привлекательным не выглядит. Здесь всё сделано для безопасности отдыхающих. Горький опыт прошлого года учли. Напомним, в мае 2016-го шестилетняя девочка упала с качели и оттуда раскончалась. Ну, конечно, были очень опасные качели. Сейчас всё очень достаточно комфортно сделано и достаточно безопасно. С удовольствием мы гуляем здесь. Появится у каждой зоны отдыха и свой управляющий. А он первым должен владеть всей той проблематикой, которая на этой территории существует. Это в том числе, я так понимаю, если будет сломан аппетит спортивный... А абсолютно точно. Он первым должен узнавать и от жителей, первым должен реагировать. И на утро это всё должно быть в идеале приведено в порядок, отремонтировано. Преображение – первый шаг. Но главное – это сохранить красоту. Все предложения и жалобы горожан принимаются новой дирекцией по электронной почте. парк собака.кзн.ру Елизавета Соляхова, Роман Фенин, Телеканал ФИР.